За два дня из Бийска для пополнения Олейской военной части отправилось 69 добровольцев и мобилизованных по повестке бийчан. Вчера ушел автобус с 52 бойцами, сегодня уехали еще 17 человек. Уже традиционно мужчинам были вручены продуктовые пакеты, а после переклички и подписания необходимых документов прозвучали и теплые дружеские пожелания от местных властей и духовенства в адрес наших ребят. Под самым командиром, прежде всего, ответственность за подчиненных, подчиненным послушание. Послушание – это самое лучшее доброе действие. Не забывайте об этом. Вы каждый отвечаете за себя и за того, кто рядом с вами. Берегите себя, берегите друг друга, держитесь вместе, уверенности, мужества, стойкости. Мы со своей стороны, здесь на местах, будем прикладывать максимум усилий, чтобы все сделать, все, что необходимо вам туда направить, все, что вам потребуется. Ну и, конечно же, у нас уже запущено много программ, которые будут связаны с поддержкой ваших родных и близких. На этот раз наши парни пока останутся в Алтайском крае и пополнят Олейскую военную часть. На ее территории они получат необходимое обмундирование, вспомнят боевые навыки, пройдут нужное переобучение и боевое слаживание. Отметим, что наши добровольцы в своем большинстве уезжают с позитивным настроем. Уезжать только дураки не боятся или говорят, что не боятся, поэтому боятся все, но готовиться надо. Настрой боевой, как сказать, подготовились, слава богу, время было. Мы хотим, чтобы жили здесь спокойно, как бы никто не переживал, и все было более спокойно. Ну, вы знаете, мы, наверное, изначально мальчиков так воспитывали, что мальчик рождается для того, чтобы охранять нашу родину, беречь родителей, семью, нашу страну. Поэтому, ну, другого даже не могло быть, я так думаю, никак. Но провожаем с хорошими мыслями, с хорошим настроением. Мы знаем, что все будет хорошо, он к нам вернется. Едем все-таки родину защищать. Если страна позвала, почему бы не исполнить свой долг еще раз, ну, и несколько раз, как придется в жизни, потому что все-таки это наша земля, мы за нее горой. Он говорит, если я так тоже поддерживаю, конечно, ну, сейчас, если там прорвутся, то и на нас нападут. Надо знать. И вот истекают последние минуты перед расставанием. Уже звучит духовой оркестр с прощанием славянки, давая сигнал к скорой отправке. Бойцы крепко обнимают родных и близких, жмут руки пришедшим на проводы друзьям. Перед мужчинами стоят важные задачи. Они будут защищать нашу страну, ее будущее и будущее ее детей. Пожелаем же им удачи, будем верить в их силу и доблесть и, конечно, ждать домой. Интернет-канал Нашбийск на ладони.